всем привет с вами алексей вы на туб канализовать в том месте где все о наручных часах в наших обзорах было множество часов но как оказалось часы с функцией gmt были всего лишь один раз поверьте это случайность и мы обязательно исправим ведь нет никаких сомнений что такие часы являются востребованными ну и конечно поможет нам в этом интересно и совсем свежая модель усаживайтесь поудобнее сегодня в нашем обзоре seiko presage sharp tech gmt limited edition что не говори о 2021 год стал важным годом для японской компании seiko учитывая тот факт что бренду исполнилось 140 лет со дня основания в честь этого seiko выпустили довольно много интересных лимитированных моделей в разных коллекциях и ценовых категориях но сегодня речь пойдет о модели из коллекции presage а именно шар-тэ джимки в целом в коллекцию presage входят исключительно механические часы собранные вручную и шар-тэ джимки не стал исключением я уверен поклонники джимки будут в восторге от этой модели которая черпает вдохновение как в часах гранд сейка джимки то и в коллекции о которой многие возможно и не слышали это seiko ананта в 2009 году когда была запущена коллекция seiko ананта это было большое событие потому что это были первые современные высококачественные продукты сейка для продажи как внутри так и за пределами японии корпуса часов ананта не только были вдохновены традиционными японскими лезвиями катаны но также были разработаны чтобы продемонстрировать все более изощренные методы полировки корпусов seiko несмотря на то что семейство часов ананта больше не с нами большая часть творческого духа этих часов сохранилась и сегодня и это не только остроугольные хорошо отполированы корпуса но и особый внешний вид фантастическими цифроватами и вниманием к деталям начнем с габаритов диаметр корпуса составляет 42 миллиметра а толщина 13 7 визуально за счет формы корпуса часы кажется более габаритными но даже на небольшом запястье сидят хорошо если обычный sharp edge на сто процентов классические часы то статичный безель с айпи покрытием и 24 часовой индикации на нем добавляет джимки модели совсем немного уместной брутальности и спорта корпус и браслет изготовлены из стали 316 л сам корпус сложный и многократный по обработке на корпусе брастрите присутствуют как фирменная полировка за рацию так и сатинирование и еще один приятный бонус от сейка что все это покрыто износостойким фирменным покрытием я шилл это материал который повышает твердость поверхности в вас половина раза что на практике позволяет избежать мелкой сеточки из царапин на часах застежка в часах летая раскладывающейся циферблат объемный и структурированный на нем изображен японский традиционный орнамент асаноха на шестичасовой отметке расположилась стрелочная индикация даты в левой части циферблата ретроградная индикация запаса хода накладные метки часовая и минутные стрелки полированы секундная стрелка и стрелка второго часового пояса выкрашены в синий цвет такой же как и на ранде как вы уже увидели в этих часах четыре стрелки синяя стрелка с белым наконечником отображать время во втором нужном для вас часовом поясе сейчас расскажу как я пользоваться и как настроить итак у нас есть 24-часовая шкала на ранте вот по ней мы ориентируемся глядя на эту синюю стрелку это как раз и будет для нас указателем второго часового пояса для того чтобы нам настроить правильно часы необходимо выдвинуть заводную головку до второго щелчка после чего выставить правильное время в том часовом поясе который мы хотим задать нужно помнить что время будет ображаться в 24-часовом формате после этого нам нужно задвинуть заводную головку на один шаг и переставить часовую стрелку на актуальное время домашней зоны все в результате у нас с вами получается настроены два часовых пояса домашний отображается часовой минутной стрелкой и второй отображается стрелкой gmt остается лишь закрыть заводную головку и можно пользоваться если вкратце то полный круговой оборот часовой стрелки осуществляется за 12 часов а стрелки gmt за 24 часа окантовка внутреннего ранта разделена на две части темную и светлую соответственно день и ночь на стрелках и основания меток присутствует люминесцентное покрытие все это под цифровым стеклом внутри часов установлен новый мануфактурный механизм 6r64 это 4 герцовый механизм запасом хода в 45 часов и все это на 29 камнях это серьезно конкурентное преимущество да и такой механизм встретишь не часто задняя крышка в часах прозрачна так что мы можем увидеть работу механизма 6r64 еще один приятный бонус эта модель является лимитированной всего выпущено три с половиной тысячи штук степень водозащиты в часах 100 метров что в комбинации с функцией gmt делает эти часы отличным выбором для любителей путешествовать и давайте подытожим вряд ли для кого-то секрет что успех гранд сейка подтолкнулся и к тому чтобы представлять свои идеи и наработки по более доступной цене не уверен что это отличный подход для грандов но сейк от этого точно выигрывает получая серьезные конкурентные преимущества в очередь конкурентной ценовой категории полировка за рацию диашил технологии мемс механизмах шестер все это разработки именно гранд сейка любезно предоставлены своему младшему брату все это плюс потрясающий циферблат характерный для коллекции прессаж а кому было мало 3 герц механизмах шестер 35 пожалуйста получите 28 тысяч 800 полуколебаний в час в новом механизме это просто ядерная смесь за 48 тысяч гривен что в долларах около 1800 напишите в комментариях кто за эти деньги может предложить что-то подобное как по мне это потрясающий продукт который серьезно поднимает планку если хотите увидеть эти часы в живую пожалуйста приходите к нам на большую васильковскую они еще есть в наличии ссылку на эти часы оставим в описании всем спасибо за внимание и встретимся через неделю